МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополнительные 100 миллионов рублей будут выделены на ремонт дорог в Вологде. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на архитектурно-градостроительном совете, который прошел в областной столице. Глава города Евгений Шлебов представил трехлетний план по ремонту дорожной сети, а также ряд других важнейших строительных проектов в Вологде. Новые жилые микрорайоны, социальные объекты, детские сады и школы, объездная дорога вокруг Вологды. Подробнее о принятых решениях в материале наших журналистов. Южакова, Возрождение, Преображенского, Можайского, Фрезиновская, Карла Маркса. В общей сложности 30 улиц Вологды отремонтированы за последние годы, плюс масштабные работы по транспортной развязке на Белозерском шоссе, которую так ждал весь город. Только за последние два года на ремонт и строительство дорог в областной столице было выделено почти 2 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета. Но вопрос остается актуальным. Задача, которая поставлена главой Вологды на ближайшие три года – ремонт основных магистралей. Соответствующий план Евгений Шулепов представил их на архитектурно-градостроительном совете губернатора области. Мы разработали трехлетний план на 16, 17, 18 годы, который включает ремонт более 40 улиц в городе. Мы почти не будем строить новые дороги, будем приводить порядок к существующим. Приоритеты на этот год таковы, что мы должны отремонтировать пешеходную часть дорог, в первую очередь, подходы к детским садам и школам, и, конечно же, основные магистральные улицы. Это сдача этого года. Считаю необходимым дать поручение Департаменту дорожного хозяйства и Департаменту финансов дополнительно к выделяемым субсидиям из Дорожного фонда выделить еще 100 миллионов рублей на ремонт наиболее разрушенных улиц города Вологды из Дорожного фонда. Что конкретно ремонтировать городские власти определят в ближайшее время. К 1 сентября выбранные в качестве приоритетных улицы должны быть приведены в порядок. Решение этого вопроса – первоочередная задача. Очень приятно, что учтены те замечания, которые как раз давало территориальное общественное самоуправление. И, конечно, приятная новость, что сегодня область поддержала и выделила на дороги дополнительно еще 100 миллионов рублей, появятся новые комфортабельные дороги в Вологде. Еще один дорожный вопрос, поддержанный областными властями в продолжении строительства объездной дороги. Это около 18 километров трассы, которая должна соединить несколько федеральных магистралей и таким образом отвезти поток автомобилей от города. Поможет разгрузить дороги Вологды и строительство нового моста. Его планируют возвести в створе улицы Некрасова. Я готов подготовить все необходимые письма на министра транспортной Российской Федерации Соколова Максима Юрьевича. И я уверен, что этот важный для города проект может получить федеральное софинансирование. С своей стороны региональное и муниципальное софинансирование мы будем гарантировать. Бессловно, эти объекты для нас чрезвычайно важны. Мы все понимаем, насколько оперативно надо решать эту проблему. Большое огромное спасибо за поддержку. Все это потребности стремительно растущего города, одного из самых динамично развивающихся в стране. Растет численность населения, появляются новые микрорайоны, а значит и есть необходимость в социальных объектах, детских садах и школах. В прошлом году были сданы два дошкольных учреждения. Строительство еще двух на Псковской и Доронинской планируется закончить в этом году. Поддержал губернатор области еще один городской проект – возведение новой школы на улице Северной. Предложил для ускорения процесса использовать типовой проект и уже сейчас заняться поисками инвестора. Строительство данной школы планируется на тысячу с лишним человек. И район Заречья получит новую современную школу. И она будет полностью обеспечивать местами тех детей, которые нуждаются. Потому что на сегодняшний день мы знаем, что очень много учеников входит в школу во вторую смену. Еще один объект, о котором шла речь на градостроительном совете – это стадион «Витязь». Уже разработан проект и его модернизации. Сейчас идет активная работа, чтобы включить спорткомплекс в федеральные целевые программы. Вся эта работа направлена на то, чтобы сделать Волгду самым красивым и комфортным городом России. Мария Суворова, Максим Дышковец. События дня. 3,5 миллиона цветов и 20 тысяч деревьев. Таковы планы по озеленению и цветочному оформлению города на этот год. О них рассказал глава Волгда Евгений Шулепа в ходе прямой телефонной линии. Одна из волокжанок поинтересовалась, как преобразится город в этом сезоне. Подробнее расскажем далее. Очень много всего делается в плане озеленения и цветников. Вот хотелось бы узнать в этом году, какие планы по цветному оформлению и озеленению. Интерес в волокжанке вполне оправдан. Жители Волгды уже привыкли к тому, что каждое лето областная столица превращается в цветущий сад. Совместными усилиями городских властей, бизнеса и жителей. Темпы прошлых лет город сбавлять не намерен, подчеркнул, отвечая на вопросы глава города. На этот год в плане остается 3,5 миллиона цветов мы должны посадить в городе. Это, безусловно, зеленстрой порядка где-то 700-800 тысяч посадят. Управляющие компании где-то около миллиона должны посадить. Предприятия, школы, детские сады, ну и, конечно же, сами жители города. То есть продолжаем работать в том же духе. Город Волгда к июню месяцу должен, к 10 июня, должен превратиться в цветущий, по-настоящему цветущий город. Цветочное оформление уже разработано. Этой весной в Вологде появится 7 тысяч квадратных метров цветущих клумб и газонов. Будет использовано более 80 наименований цветов. Причем впервые многолетние растения – лилии и злаковые травы. Цветы украсят все главные площади и скверы города, а также впервые перекрестки. Нововведения коснутся и самих конструкций для цветов. Для декорирования будут применять миксбордеры – сложные многоярусные цветники. В местах, где невозможно установить клумбы, поставят бетонное кашпо. А на Каменном мосту у музыкальной школы номер один и на улице Мира появятся специальные водонакопительные конструкции. Эти водонакопительные горшки хороши тем, что они до 5 литров воды в себе накапливают и потихоньку отдают это растениям, что нет возможности пересохнуть растению. И в то же время там пластик антивандальный, очень крепкий и тоже не пропускает ни холод, ни влагу. Большие планы и на озеленение в рамках масштабного городского проекта «Зеленый город». Деревья и кустарники будут высаживать во всех районах областной столицы. На Пашихонском шоссе, Советском проспекте, а также на улицах Мира, Чехова, Карла Маркса и Северной. На придорожных разделительных газонах, около растущих сейчас тополей, будут высаживать дубы, вязы, липы и клены. Эти виды деревьев более практичные, газоустойчивые и долговечные. Через 5-10 лет, когда они подрастут, старые тополя можно будет спилить. Егор Канавин, Михаил Протасов, Максим Ташковец. События дня. Сразу в нескольких микрорайонах города прошли накануне субботники. Тос Можайский убирал территорию на улице Конева, а сотрудники городской администрации приводили в порядок центральную часть города. Улицы Ленина, Засимовскую и Причистинскую набережную. Подробности далее. Эту памятную табличку, установленную в честь известного волокжанина, героя Советского Союза, космонавта Павла Беляева, отмывают от пыли и грязи. Символично, что это происходит в день космонавтики. Параллельно приводят в порядок и площадку возле дома. Надо уже понять, наверное, что свой дом – это не только то, что за дверями. Это то, что и перед дверями, и у подъезда, и на детской площадке, и везде. И тогда мы, наверное, с вами скажем, да, город у нас красивый, и мы его делаем красивыми сами. Поэтому уборки идут параллельно в нескольких районах города. На них уже вышли около 5000 человек. И, конечно, самые активные здесь – представители ТОСов. На самом деле, вот я не только у ТОСа Можайского. На многих комитетах ТОСов бывает. И везде люди с удовольствием выходят на субботники. Везде они понимают, что городским властям в одиночку не справиться. И убирают и общие зоны, и зоны рядом с домами. Поэтому я бы даже не знал, не знаю ни одного района города, где жители не участвовали бы в весенней уборке города. Вот это потепление, оно сподвигло жителей выйти на субботники несколько раньше, чем объявлен общегородской. И глава города в этом отношении, он совершенно прав, что оказал людям помощь, содействие. Люди откликнулись. Напомним, 6 апреля Евгений Шлепов объявил мобилизацию всех ресурсов для уборки областной столицы и потребовал в течение двух недель привести город в порядок. Ежедневно работают 100 единиц техники, а также более 1300 дворников от управляющих компаний. Дополнители анатческих города задействованы свыше тысячи рабочих. К работе подключились жители всех микрорайонов, представители городских предприятий и организаций. Так, сотрудники администрации Вологды на уборке уже второй день. Чиновники наводят порядок в разных районах города. Всего в Вологжане очистили от грязи и мусора уже около двух десятков городских улиц. На полигон вывезено 350 тонн мусора. Работа продолжится вплоть до общегородского субботника, назначенного в этом году на 23 апреля. Заявки на участие в нем уже подали около 20 тысяч человек. Алена Закатаева, Мария Поздеева, Михаил Протасов. События дня. Мы продолжим после короткой рекламы. Смотрите во второй части выпуска. За взятку задержали начальника экзаменационного отделения ГИБДД в Вологде. Юные в Вологжане учатся защищать природу в рамках проекта «Зеленый город». В Вологде простились с бывшим главой города Алексеем Якуничевым. Это события дня на ТНТ. Мы продолжаем. В Вологде начальника экзаменационного отделения ГИБДД задержали за взятку. По версии следствия, 44-летний начальник городского экзаменационного отделения ГИБДД в МВД России незаконно выставил одному из кандидатов-водителей положительную оценку за второй этап практического экзамена, за что он получил через посредника взятку в размере не менее 55 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан с поличными при получении взятки. Следственная группа провела более 10 обысков в помещениях городского экзаменационного отделения, по месту жительства подозреваемого, в автомашинах, а также в ряде автошкол областной столицы. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело. Как сберечь природу и что нужно делать, чтобы экология города стала лучше? Об этом юным валахжанам рассказывают на занятиях в детских садах. Важной частью экологического воспитания дошкольников стал проект «Зеленый город», в рамках которого ребята участвуют в конкурсе тематических плакатов, посвященных защите природы. Рисунки и плакаты маленьких художников отправят на конкурс экологического марафона «Вологда. Зеленый город». Он включает в себя также сбор макулатуры и конкурс детских театров. Стать участниками акции могут все желающие. Детские рисунки принимаются в Дворце творчества детей и молодежи до конца апреля. Кроме того, валахжане смогут принять участие в массовом озеленении города. Подать заявку можно на сайте Вологда.Портал. В Волге простились с Алексеем Якуничевым, бывшим главой города, который руководил областной столицей на протяжении 13 лет. Церемония прощания прошла сегодня в Драматическом театре. Почтить память Алексея Якуничева пришли и официальные лица, и те, кто работал с ним бок о бок долгие годы. Он ушел из жизни 11 апреля в 63 года после обширного инфаркта. Каким его помнят коллеги, друзья, в Вологда в нашем материале. Это кадры из церемонии инаугурации 1996 года. В должность главы Вологда вступает Алексей Якуничев. Впервые в истории областной столицы городоначальника не назначили, выбрали сами валахжане. И он руководил городом 13 непростых, переходных для всей страны лет. Именно тогда требовался такой руководитель, не жесткий, не агрессивный, но очень тонкий политик, который был способен балансировать на грани очень многих интересов, переходного, очень сложного для всех нас периода. В те тяжелейшие годы ему удалось не только сохранить наш город, но и развить его. Именно за это мы его и уважали. Вспомните 90-е годы. Зарплата не выплачивалась, денег не было, все раздиралось противоречиями. И вот он очень много принимал на себя, пропускал через свое сердце и умел со всеми договариваться. Всегда отстаивал Вологду, всегда отстаивал бюджет города Вологды. И был патриотом своего города и очень любил Вологду и Вологжан. Алексей Якуничев родился в Кемеровской области. С Вологды его связала учеба. Здесь он окончил физмат, работал учителем. Затем обком ВЛКСМ, горсовет. В 95-м его назначают главой администрации Вологды. Затем избирают главой города. Еще дважды в 99-м и 2003-м Вологжане вновь доверяют ему руководство областной столицей. Алексей Якуничев – кандидат экономических наук. Он, как никто другой, понимал важность развития экономики. И делал для этого все возможное. К началу нового столетия в Вологде действовало уже более тысячи промышленных предприятий. И для многих из них поддержка главы Якуничева оказалась решающей. Мы любим все сегодня, сейчас и немедленно. Он умел вот этот порыв необоснованный погасить и убедить человека, что только терпением, только трудом можно улучшать нашу жизнь. Развивались социальные и культурные сферы. Волкда становилась все более популярным городом. Ее называли воротами европейского севера. Это стало возможным благодаря позиции Якуничева. Интересы областной столицы он отстаивал на российском и международном уровне, занимая должность вице-президента Международной ассамблеи столицы крупных городов. Тот вклад, который делал Алексей Сергеевич в развитии наших мест-городских отношений, при том не только здесь, на территории России, но и в странах СНГ, оно неоценимо. За значительный вклад в развитие города Алексей Якуничев награжден Орденом Почета, памятными медалями. А в 2008 году он был удостоен знака за заслуги перед Вологдой. Сегодня проститься с ним пришли сотни вологжан, на благо которых он работал всю жизнь. Мария Суворова, Максим Тышковец, События дня. На этом у меня все. С вами была Мария Суворова. Смотрите События дня на ТНТ. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok